Светлана Ерьмеева пытается договориться о выплате компенсации мужчине, который пострадал из-за любви к ней. Ирина Скворцова убеждена, сумма компенсации должна быть гораздо больше. Добрый день, уважаемые дамы. Меня зовут Дмитрий, я рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать тот конфликт, который между вами возник. Инициатором встречи является Светлана Петровна. Пожалуйста, Светлана, вам слово. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуй, Ирина. Прими, пожалуйста, мои самые искренние соболезнования, сочувствия во всей этой ситуации с Валерой. Я стала причиной попытки самоубийства Валерия Андреевича Скворцова, мужа Ирины. Ира, я очень хочу решить эту ситуацию мирно, и я хочу предложить вам с Валерой моральную, материальную компенсацию в размере 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей. Я очень надеюсь, что эти деньги помогут урегулировать всю эту ситуацию, и они помогут вам. Согласитесь, это приличная сумма. Светлана, а что произошло-то? В чем там вся трагедия? Дело в том, что Валера был очень в меня влюблен. Я не знала, что он женат. И когда я обо всем об этом узнала, я сказала, что хочу закончить с ним отношения. И после этого он предпринял попытку самоубийства. Он вышел из окна восьмого этажа. И после этого он, конечно, к счастью, выжил. Но по прогнозам врачей... А, то есть он выжил. Да, по прогнозам врачей он останется лежачим инвалидом. И прогноз, конечно, не радужный. Валера, прежде чем выпрыгнуть, не оставив никаких предсмертных записок, он записал видеообращение, в котором обвинил во всем меня. Он сказал то, что я виновата, то, что я разбила ему сердце, то, что я издевалась над ним морально, то, что унижала его честь и достоинство. Но, конечно, может быть, на эмоциях я могла наговорить ему кучу гадостей и каких-то глупостей, но я тоже живой человек, у меня тоже есть чувства. Ира, ты должна меня понять. Я никак не хотела, чтобы... На эмоциях когда? Когда узнали, что он женат? Да, да. А сколько вы встречались с Валерием? Мы встречались около полугода. Я думала совсем скоро он сделает мне предложение. А мне... Я уже очень жду это предложение. А как вы узнали, что он женат? Мне 32. Совершенно случайно моя подруга просто в один воскресный день пошла в зоопарк со своей дочкой. И она позвонила мне и сказала, что увидела Валеру с женщиной и с двумя детьми. Я просто была в шоке. Я сразу стала звонить Валере. Мы в этот же день встретились. Он мне честно обо всем рассказал. Но как вот это... Обычная история. Двое детей еще. Да. Двое сыновей. Двое сыновей. О чем я, естественно, не знала. Он стал юлить. Он стал говорить то, что он жену не любит. То, что он хочет с ней расстаться. То, что он в семье только ради детей. То, что он хочет быть со мной. Клялся мне в любви. Затуманил ему мозг. Это он мне затуманил мозг. Правда. Я ничего не знала. То есть это к нему было неприемлемо, и вы решили расстаться? Абсолютно. Нет, нет, нет. Я вообще третий раз уже попадаю в эту ситуацию. Но я зареклась для себя. Для меня, в принципе, это ненормально, неэтично. Когда женщина встает в роль в любовнице. Это вообще унизительная абсолютно ситуация. Я себя в этой роли не вижу. И я сразу, если узнаю о чем-то, то сразу ставлю все на нет. Я прекращаю все отношения, как, собственно, произошло и с Валерой. Но Валера почему-то никак не смог это принять. И он мне писал, он мне звонил, когда я выставила его за дверь в тот день, когда обо всем узнала. Потом стал он ждать меня под окнами. И, естественно, он просто вывел меня на такие эмоции. Я и злилась. Я и не знала, как себя вести, потому что у меня тоже к нему были чувства. Но, конечно, как говорят, от любви до ненависти один шаг. И я просто стала поддаваться негативным эмоциям. Где-то я могла действительно наговорить ему грубостей. Но я никак не хотела, чтобы он что-то с собой сделал. Чтобы он тем более наложил на себя руки. Он однажды записал мне сообщение, что если я не буду с ним встречаться, он покончит с собой. Но я была уверена, что он просто блефует то, что он хочет просто морально на меня надавить. Потому что я очень эмоциональная. А что ты ему ответила на это сообщение? Да. Вы ответили что-нибудь? Да, я ответила. Но это было в порыве эмоций. Я помню, что я сказала что-то в духе, что приду посмотреть на твои похороны. Но я была уверена, что он просто меня обманывает. И то, что он выводит меня на шантаж. Конечно. Скажите, пожалуйста, Светлана, а у вас сейчас просто... Вот вы компенсацию предлагаете Ирине. Это такое просто раскаяние ваше? Вы себя где-то чувствуете виноватой? Или есть какая-то угроза, что будет уголовное дело? К сожалению, есть угроза, да, как только... По 110-й статье. Да, все верно. Как только Валера решил покончить с собой, попал в больницу, Ира сразу написала на меня заявление. И на какой стадии сейчас? Сейчас на меня пока еще дело не возвели. Проверка идет, да? Идет проверка, да, свидетельство. И адвокат сказал мне то, что шансы 50 на 50. То, что если они захотят, то они смогут найти доказательства моей вины. И я очень хочу урегулировать эту ситуацию мирно. И я надеюсь, Ирина, то, что эти деньги, эта компенсация поможет вам с Валерой хоть как-то смягчить эту ситуацию. 200 тысяч ваше предложение? 200 тысяч рублей. Ирина Олеговна, как вы относитесь к такому предложению со стороны Светланы? Свет, я думала, что ты пригласила меня сюда для того, чтобы действительно о чем-то в разумительном договориться, что у тебя наконец-то совесть проснулась. Нет, у меня есть совесть, поэтому я здесь. Какая у тебя совесть? Я на тебя смотрю и понимаю, что ты абсолютно не мучаешься из-за того, что Валера из-за тебя стал просто лежачим инвалидом. У него перелом позвоночника, необратимые нарушения спинного мозга, у него полностью парализованы ноги, нижние конечности и частично парализованы верхние конечности. Он просто никогда не будет больше ходить, понимаете? Ему нужна реабилитация, лечение, восстановление. И это все невозможно сделать по полису ОМС. Это миллионы, миллионы рублей. Куда эти 200 тысяч рублей? Это просто капля в море, вы понимаете? Мужа после травмы уволили с работы. Мне пришлось сейчас взять отпуск за свой счет, ну чтобы за ним ухаживать. Двое детей, несовершеннолетних. Я не смогу сидеть с ним и выполнять работу как сиделки. У меня сейчас нет денег оплатить сиделку, чтобы с ним кто-то сидел. И у меня сейчас на обеспечении двое детей, лежачий муж. 200 тысяч рублей. О чем? О чем это вообще? Это просто копейки для меня. И поймите, помимо денег, да, мне сейчас приходится смиряться с тем, что мой муж полгода встречался и изменял мне с этой фифой. Понимаете? Ира, я не знала, что он женат. Он вышел, мой муж вышел в окно из-за нее. И выложил видео в социальных сетях, где об этом рассказал. Это видео видели все наши знакомые и друзья. Пусть заводят уголовное дело и решают это все другим способом. Ира, ты меня, конечно, извини, но если быть честной, я Валеру в окно не толкала. Он сам обманул и тебя, и меня. И еще когда я решила все это закончить и поступить действительно честно, он совершил вот такой поступок. Правда, я не считаю себя виноватой, но я надеюсь, что ты хотя бы примешь эти деньги. Если, конечно, тебя не устраивает эта сумма, скажи мне, пожалуйста, что ты считаешь приемлемым? Назови. Ну, хотя бы 2 миллиона рублей. Мне и мужу на сиделку, няня для детей, и плюс миллион рублей мне, как моральная компенсация за те страдания, которые у меня были. Ну, смотрите, Ирина, с юридической точки зрения, да, есть 110-я статья, которая говорит о том, что наступает у человека ответственность, если действительно он виновен, как-то подталкивал человека к совершению суицида. Но статья эта очень сложная. Сложная именно для обвинения. Доказать, что угрозы, жестокое обращение и систематическое унижение человеческого достоинства совершались со стороны человека достаточно сложно. Это еще нужно доказать. Здесь ситуация неоднозначная. Несмотря на то, что, ну, есть ответ, да, на, так сказать, сигнал от Валеры о том, что он хочет покончить жизнь самоубийством, несмотря на то, что Светлана ответила, да, с удовольствием приду на твои похороны посмотреть, здесь больше прослеживается желание прекратить общение с человеком, нежели подтолкнуть его к самоубийству. Здесь очень спорная ситуация. Я даже больше шансов дам, что дело не возбудят, нежели возбудят. Соответственно, вины Светланы Петровны, если она не будет доказана, то вы не получите вообще ничего. Она не обязана ничего компенсировать. Действительно, я согласен, что Валерий сам решил пойти на этот шаг. Возможно, что это было связано не только из расставания со Светланой, может, на работе какие-то проблемы или еще что-то. Но здесь такая, и вас я понимаю, ваши чувства я понимаю, вас обманывал супруг. Сейчас вы в такой ситуации, вы как порядочный человек даже не можете его сейчас бросить. У вас еще дети маленькие. Я все понимаю, что это очень сложная ситуация. Но вы с юридической точки зрения можете вообще остаться без всего, без любой компенсации. Ира, я тебя очень прошу, пожалуйста, прислушайся. Я не готова дать тебе трех миллионов, двух миллионов, но я готова еще добавить 150 тысяч рублей и готова отдать тебе эти деньги сегодня. 200 тысяч рублей забирай наличными и 150 тысяч рублей я переведу тебе сегодня на карту. И я очень надеюсь, что эти деньги хоть как-то компенсируют всю эту ситуацию. Я очень тебе сочувствую искренне, от души. Я никак не хотела, чтобы вообще такая ситуация сложилась. Я не знала, я правда ничего не знала. Я в этой ситуации такая же жертва, как и ты. 350 тысяч за то, что ты превратила Валеру в лежачего инвалида. За то, что ты разрушила семью. Нашу семью ты разрушила. Мы с Валерой женаты 16, 16 лет. И теперь все зря. Все зря. Ирина, ну я понимаю, ваше желание найти виноватого в этой ситуации. И здесь, конечно, самым удобным персонажем является Светлана, чтобы на нее все свалить. Но я думаю, что здесь Валера виноват намного больше, чем Светлана. Услышь, пожалуйста. Если ты не слышишь меня, послушай Дмитрия. Далее в программе. Забеременеешь один раз, забеременеешь второй раз. Это же не что-то сверхъестественное. С моим здоровьем и после аборта я забеременею второй раз. Начинающей модели предложили выгодный контракт, с которого может начаться ее головокружительная карьера. Почему же девушка категорически отказывается от славы и денег? С женой мы развелись, жилья я лишился, лишился работы, нахожусь сейчас еще и под следствием, жить не на что. Владелец фирмы подал на директора заявление в полицию за то, что тот нанес миллионный ущерб бизнесу. Но что на самом деле не поделили бывшие партнеры? Деньги, власть или женщину? Ну вы же понимаете прекрасно, в глубине души, понимаете, что Валерий... Я никак не хотела, чтобы что-то с тобой... У вас тоже не святой, да? Я искренне тебя сочувствую как женщину. Мне тоже не хотелось быть на каких-то вторых планах, на вторых ролях. Я предлагаю согласиться на компенсацию. Вам сейчас нужны деньги. У вас сейчас несовершеннолетние дети. Очень большой риск, что вы можете остаться вообще без копейки денег в данной ситуации. Да, это трагическая случайность, но виновных здесь, кроме Валерия, который решился на это, нет. Подумай, у меня еще есть подруга. А вам сейчас дети, детей поднимаются, несовершеннолетние. Ну что ж, Дмитрий, я думаю, вы правы. Я согласна взять 350 тысяч рублей. И если есть возможность помочь, побыть сиделкой, сидеть с... У меня есть подруга-волонтер. У меня есть подруга-волонтер. Она готова где-то первые два месяца ходить регулярно, один-два раза в неделю и помогать тебе с водой. Я договорюсь. Мне сейчас нужна, правда, любая помощь, поэтому... Да, это актуально будет, конечно. Забери, пожалуйста, деньги. Ну, денежные средства тогда забирайте, Ирин. Ирин, вам сила терпения справиться с этой ситуацией. Все-таки я рад, что вы пришли к какому-то хотя бы соглашению. Спасибо, Дмитрий. Пожалуйста, забирайте документы. Спасибо вам большое. Спасибо за участие. Всего вам доброго, удачи. Ирина, я надеюсь, все у вас будет хорошо. Стороны договорились. Я искренне не хотела ничего плохого, но поскорее хочу вычеркнуть эту ситуацию в своей жизни. Мне сейчас нужно думать больше о муже, о детях, не распаляться на конфликты и борьбу с какими-то любовницами. Поэтому я сосредоточусь на том, чтобы поднять своего мужа настолько, насколько это сейчас возможно. Вы этой квартирой можете подавиться. Не нужна мне ваша квартира. Что, ребенка мне верните? Присмотритесь. Ты залезла в постель к моему мужу и еще и забеременела от него. Это истории из вашей жизни. Мы с Валерой женаты 16, 16 лет. И теперь все зря. Все зря. Мировое соглашение. Он человек-то хороший. Ну, не надо его в тюрьму. Смотреть обязательно. Тарас Телегин раскаивается в том, что соблазнил жену босса, но считает, что искупил вину потерей своей семьи. Он предлагает снова работать вместе и таким образом компенсировать убытки. Константин Павлов готов примириться только на своих условиях. Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать тот конфликт, который между вами возник. Инициатором данной встречи является Тарас Юрьевич. Пожалуйста, вам слово. Какой вопрос бы с Константином Сергеевичем вы хотели бы сегодня обсудить? Мы с Константином друзья, партнеры по бизнесу. У него большая компания своя. Я там работал генеральным директором. У нас произошла ссора. Прям поругались серьезно. И он меня уволил. Уволил. И я психанул. Стресс у меня был. И я обрушил сайт компании, потому что у меня были доступы. Константин оценил это в миллион четыреста. Написал на меня заявление в полицию. Потом в суд написал на обрушение сайта. У меня сейчас на данный момент нету средств вообще совершенно. У меня так все навалилось в один момент. С женой мы развелись. Жилья я лишился. Лишился работы. Нахожусь сейчас еще и под следствием. То есть мне... Черная пилоса у вас в жизни началась. Да. И нету средств. И мне приходится снимать квартиру даже. Жить не на что. Я вот Константину предлагаю, что я отработаю. Этот долг. Я готов его возместить. Я отработаю этот долг ниже рыночной цены. И в половину, а то и больше, чем в половину. А из-за чего конфликт у вас произошел? Конфликт у нас произошел из-за того, что он, имея... То, что воспользуюсь моим доверием, то, что он был полностью как генеральный директор в курсе всех манипуляций, которые происходят в нашей фирме, и имеет доступ полный к администрированию сайта, он там наделал такого, что это просто не то, что подлостью назвать, а это просто даже хуже. Он, во-первых, удалил все наши базы данных сайта. Я на уроках, извини, но психолог. Он там вместо наших фотографий и видео наставил всякие пошлые картинки. Он о нашей фирме там все переписал в таком негативном свете. И вот за это, за все я хочу, за то, чтобы за восстановление сайта с него взыскать 400 тысяч. Помимо этого, самое главное, то, что в результате этих всех действий мы лишились части наших очень важных партнеров. И это тоже я оцениваю в миллион еще дополнительно. То есть все вместе... Подожди, да, я скажу. Все вместе это я оцениваю в миллион 400. А у вас чем компания занимается? Компания наша занимается торговлей, но наш сайт является очень важным звеном во всех этапах этой торговли. Я просто почему спрашиваю? Тарас Юрьевич говорит, он генеральным директором был? Да. И разработчиком-программистом сайта, да? Да, ну он достаточно толковый программист, в принципе, да. А генеральный директор при этом тоже? Или так чужих людей на такие должности не ставят? Мы с ним давно очень знакомы. Мы с ним не только по бизнесу, но и так у нас были достаточно приятельские, хорошие отношения. А, то есть вы дружеские отношения. Достаточно длительное время, да. Я хорошо его семью знал, он хорошо знал мою семью. И таким образом у нас на фоне этого, на фоне доверительных отношений, у меня еще был ключ от его квартиры. Он для чего у меня был? Потому что у него дома стоит вместительный сейф, и мы там хранили некоторые документы, которые, ну, не считали возможным хранить в офисе, чтобы так, ну, нам так казалось, что так будет безопаснее. И таким образом вот из-за этого ключа у нас все и произошло. Он сказал, что едет в отпуск, я на это согласился, что он с семьей поедет к морю. И на следующий день мне как раз понадобилось забрать из сейфа некоторые документы. Я прихожу, звоню в квартиру, ну, на всякий случай, как вежливый человек, мало ли, никто не открывает. Тогда я своим ключом от его квартиры открываю дверь, и что я там вижу? Тарас там находится с моей женой. То есть, ну, извини, ну, так вышло, так сложилось. Это не извини, извини, это когда на ногу наступилось, извини, это не извини. Так вот, он там находится с моей женой. Ну, это для меня просто было просто шоком абсолютно. Я так понимаю, они там не документы читали, да? Конечно, 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 Дмитрий. Ну, после этого, конечно, у нас не может быть никаких там доверительных нормальных отношений. И что, вот он сейчас... Ну, конечно, нет, с женой мы помирились, нашли общий язык, но это сейчас к делу не имеет отношения. И таким образом, ну, естественно, что у нас произошла ссора, и мы дальше не можем просто быть как-то вместе. И я его уволил по объективным причинам. В дальнейшем вот он сделал все, что он сейчас описал. А с какой формулировкой вы его уволили? Мне просто интересно. За то, что он вступил в интимную связь с вашей женой? Нет, это... Или за несоответствие занимаемой должности? Как говорится, полное отсутствие доверия к человеку. В связи с утратой доверия. В связи с утратой доверия. В руководящей должности. Понятно. И таким образом, вот сейчас, вот что я от него слышу, он предлагает мне его еще раз взять на работу, чтобы я ему за это же, за то, что он сделал, за то, что он все это испортил, еще раз, чтобы я ему заплатил деньги. И опять же, доверить этому человеку все дела нашей фирмы... Я отработаю долг. Я не могу в данной ситуации. Я хочу отработать долг. Ну, Тарас Юрьевич как раз, да, говорит о том, что он готов возместить вам весь ущерб своими услугами, которые, ну, в принципе, это логично, потому что за восстановление сайта и за все остальное вы же тоже будете кому-то платить, да? Ну, вот вы говорите, 400 тысяч – это вот восстановление всего того, что было, да? База данных, сайт. Это только сайт. Вот вы же по-любому кого-то будете нанимать. Ну, я понимаю, даже здесь же не про деньги вопрос-то, да, а именно про утраченное доверие и про разрушенные дружеские отношения, которые, собственно, являлись базой для рабочих отношений, да? Да, дело все в том, что... У вас бизнес, основанный на дружбе, так сказать. Да. А все-таки еще, Константин Сергеевич, по ущербу, вот 400 тысяч восстановлений сайта и еще миллион за что? Потеря деловой репутации, которая за собой повлекла потерю нескольких контрактов. Потому что партнеры, увидев это, что у нас какой-то бардак в организации идет, ну, решили нам в этот момент не доверять. И из-за этого... Что у вас сайт обрушился? Из-за этого решили? Не только сайт, там же они еще и звонили, он же был генеральный директор, он же там и по телефону, может быть, что-то отвечал не то. То есть я сейчас подробностей не знаю, потому что они мне тоже не стали объяснять это все в подробностях. То есть вы потеряли какие-то контракты? Да, да. И эти контракты могли принести нам прибыль, которую мы лишились. А вы доказать это сможете, что именно по этой причине эти контракты были расторгнуты или не заключены? Это можно сделать, взяв у наших контрагентов объяснительные какие-то письма. Я их могу попросить написать. Прямо ровно миллион? Условно миллион. Вот. Это сейчас невозможно прям точно посчитать. Может быть, это миллион двести, может быть, это девятьсот тысяч. Ну, условно миллион. Так. Тарас Юрьевич. Дело все в том, что я бы просто... Во-первых, мне бы хотелось узнать, как вы оказались с супругой вашего друга и непосредственного руководителя в своей квартире. Кость, ты вот из себя строишь моралиста, вот действительно моралиста. Ты пришел-то мне не цветочки полить, ты же был не один. Ты был не один, ты был с женщиной. Это я сейчас вообще к делу не имею. Как это не имею в виду? Если бы... Тарас, мы собрались не об этом говорить. Если бы не твоя жена, а другая женщина, ты бы даже внимания не обратил на это, понимаешь? И я не знаю, зачем ты потом побежал рассказывать все моей жене, вообще непонятно, зачем ты это сделал. Вы-то помирились. А мы нет. Мы развелись. Понимаешь? Я тебя прошу просто пойти мне навстречу. Прошу, чтобы я вернул долг и разбежимся. Все. Вот то есть это моя просьба к тебе. Возьми, верни долг. В чем проблема? Мы договариваемся. Давай на миллион договариваться. Потому что это слишком большая сумма для меня сейчас. На миллион и 20%. За что ты торгуешься вот это вот? Я готов 20% от рыночной цены. Все. Далее в программе. Забеременеешь один раз, забеременеешь второй раз. Это же не что-то с их естественным. С моим здоровьем и после аборта я забеременею второй раз. Начинающей модели предложили выгодный контракт, с которого может начаться ее головокружительная карьера. Почему же девушка категорически отказывается от славы и денег? Я все сделаю. Смотрите, ваши личные конфликты. И я понимаю, в принципе, чувства Константина Сергеевича. Вы можете... Но с точки зрения экономики, предложение Тараса Юрьевича выгодно. Почему я считаю, что оно выгодно? Во-первых, он предоставляет дисконт. Во-вторых, этот долг в любом случае вы либо получите так, либо вы пойдете в суд. Но если еще 400 тысяч, которые действительно стоят восстановление сайта, вы сможете доказать, то вот этот миллион, упущенная эта выгода, либо компенсация за утраченную вашу репутацию. Это очень такой длительный, трудоемкий для юристов процесс. Это сложно доказать. Всегда сложно доказать причинно-следственную связь между теми действиями, которые Тарас Юрьевич совершил, и потерей ваших контрактов. Ну, это сложно. Всегда сложно. Тем более, ты знаешь, Кость, мы же в браке все нажили. Моральный вред в пользу юридических лиц... Пока будем делить, это долго. Это долго, пока будем делить все это. Моральный вред не взыскивается. Да? В пользу юридических лиц. Вам придется искать каких-то специалистов, которые будут, ну, проще говоря, там, врубаться в ваш этот сайт, они не знают эту систему, вы будете... Но у меня есть юристы, которые этим... Нет, юристы, да. Вот сейчас вам сайт надо восстановить, да? Ну, в том числе... Тарас Юрьевич, он уже как бы... Ну, это его детище, он знает. Ему для этого меньше времени понадобится. Это будет оперативнее, экономически выгоднее. А если вы не хотите лично... То есть вы можете не брать его на работу, не оформлять его опять в штат, не брать его генеральным директором, взять его программистом по договору гражданского правого характера ГПХ. Вы можете вообще с ним лично не встречаться. Вы четко ему даете ТЗ, восстановление сайта, какие-то работы, там, я не знаю, база данных, все, что вам надо. Он это все исполняет. Как только он исполнит, вы подписываете акт, говорите, что никто друг другу ничего не должен, и расходитесь. Вас никто не заставляет работать вместе. Но экономически, мне кажется, предложение Тараса Юрьевича выгодно. Без судов, без затрат на юристов, на адвоката. И в кратчайшие сроки оперативно восстановить сайт. Потому что любой новый специалист будет долго въезжать в эту тему вашу. Если без этого никак не обойтись, то я бы еще был готов на такое, чтобы, допустим, это было миллион двести, и десять процентов от миллиона двести я бы ему поплатил. Кость, подожди, десять процентов. Это мне работа несколько месяцев. Это получается 120 тысяч. Я на них не смогу жить. Мне надо за квартиру заплатить, и все. То есть что я буду кушать? Давай 20 процентов и договоримся. Все, миллион двести, я согласен. Миллион двести и 20 процентов. На миллион двести вы заключаете договор. И 20 процентов. Описываете услуги, набираете на миллион двести, 20 процентов платить, все остальное остается вам. Ну, только максимум тогда два месяца и под моим четким контролем. Все, я согласен, да, договоримся. То есть стороны договариваются о том, что вы заключаете договор гражданского правового характера на сумму 1 миллион двести тысяч рублей с определенным объемом работ на эту сумму и сроки конкретные указываете. 20 процентов из этого идет как оплата работы Тараса Юрьевича, все остальное заработанное им, но идет в погашение вашего долга, погашение долга, которого Тарас Юрьевич имеет перед вашей компанией. На этих условиях договариваемся? Договариваемся. Всех устраивает это? Ну, деваться некуда, да. Экономим время, экономим деньги и свои нервы, да? Да, да. Ну, а уже личный конфликт, я думаю, может со временем как-то решится, может быть и нет, но это уже ваше дело. Я рад, что хотя бы этот экономический спор мы здесь сейчас решили. Рад был вам помочь. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Штороны договорились. Вот все ссоры из-за баб. Вот. Я понимаю, предательство, не предательство. Я отработаю, и я надеюсь, что мы обязательно померимся. Ну, что я могу сказать? Пусть работает, но не только для того, чтобы вернуть этот долг мне, а еще чтобы он попробовал восстановить мое доверие. Ну, не знаю, как у него это получится. Люди приходят сюда врагами. Я сделаю все, чтобы твой пинг вгнил в тюрьме. А если его не посадят, я его сама убью. Дмитрий Агрис на ваших глазах делает и с друзьями. Вы обижены ведь на него только потому, что ведь любили его, правда? Ладно, Максим. Вот такие чудеса. Если вдруг я еще подниму руку на него, я буду дарить ему одну восьмую от этой квартиры. Да я до полквартиры не дожил. Каждый будний день в мировом соглашении на нашем телеканале. Ничего от вас не даешь. У меня опыт большой. Тимур Мансуров предлагает своей сотруднице сделать аборт в обмен на очень выгодный многомиллионный рекламный контракт. Яна Орлова готова отказаться от продолжения карьеры модели. Она хочет сохранить ребенка. Я владелец модельного агентства. Яна является моделью моего агентства. Ей 23 года. Это возраст для модели уже предпенсионный. Ну и как модель, хочу сказать, она весьма среднего уровня. Я ей давал какую-какую работу. Ну в основном это массовка, по мелочам. И я заполучил очень выгодный контракт для Яны. И предлагаю ей этот контракт. Контракт у нас с брендом Нижнего Белья. Этот бренд принадлежит жене одного олигарха. Туда вливаются колоссальные деньги. Туда приглашены очень крутые модельеры. Но естественно им нужно лицо бренда. Вы даже не представляете, какой там кастинг был. Очень большой. Куча людей. Супермодели. Сотни. Но мне удалось прорваться непосредственно к хозяйке этого бренда. Это было очень сложно. Это было нелегко. Но в итоге я заключил договор о намерениях. Сумма договора 4 миллиона 850 тысяч рублей. Сроком на полтора года. Эта сумма чисто ее. Это без комиссии агентских и так далее. Плюс сверху еще мои агентские будут. Они невелики, конечно, но есть. Плюс за показы она получит деньги. Плюс еще, ну точно не скажу, по жизни на таком контракте можно еще поднять 2-3 миллиона как минимум. Плюс тут одни бонусы. Плюс там еще путешествия по миру. Как минимум это Эмираты, Турция. Ну и, конечно, это Милан. Показ высокой моды. Бонусом еще она также может выгодно выйти замуж. Ну вы понимаете, да, какой там контингент людей крутится. Ну и, конечно, лицо бренда. Это уже совсем новый уровень. Так. А Яна не согласна на этот контракт? В чем конфликт-то между вами? Просто возникли некоторые непредвиденные обстоятельства. Да, Тимур? Да. Тут ситуация такая, что Яна беременна. У нее девятая неделя беременности. Вот этот нюанс нам очень мешает. В контракте есть пункт. Очень жесткий пункт о том, что нельзя беременеть, пока длится контракт. Иначе что, Яна? Иначе крест на твоей карьере. Иначе скандал и гигантские штрафы, которые придется платить мне. Поэтому я предлагаю Яне сделать аборт. И мы подписываем контракт, и она сразу же выходит работать. Вот такие условия. То есть у Яны сейчас девять недель, да? Почти два месяца беременности. И есть условия в контракте. Ну, естественно, если он на полтора года, модель, нижнее белье, я так понимаю, там беременность, безусловно, не предусматривается. Абсолютно, да. Ну, я скрыл этот момент, конечно, от хозяйки. Но с этим надо что-то делать срочно. А почему именно Яна? Ну, дружба, наверное, назову ее. Яна, пожалуйста, ваше отношение к такому предложению Тимура. Дмитрий, просто Тимур забыл упомянуть один маленький факт. Беременна я от него. Просто у нас как так все сложилось, он там мне наговорил всякого, говорил, что не женат, и в итоге мы полгода встречались. Ну, и я влюбилась. А как только я забеременела, он мне тут же сказал, что он женат. И главное, оказывается, что главным инвестором его модельного агентства является отец его жены. Ну, вот теперь да, теперь более понятная ситуация, почему Тимур настаивает на том, чтобы этот контракт... Поэтому контракту работали именно вы. Да, и вот сейчас он как-то так это все преподносит, будто хочет мне помочь, для меня супервыгодное предложение сделать. Но на самом деле он, как всегда, думает только о себе, потому что боится за свою семью и за свой бизнес. Иначе, если это все узнается, то будет развод, и бизнесу тоже конец. А у вас есть какой-то влиятельный, я так понимаю, финансово состоятельный. Да, но это не секрет, все модели об этом знают. Но я почему-то об этом не знала. И если ваша супруга узнает, что одна из моделей ждет от вас ребенка, я так понимаю, ничем хорошим это не закончится. Да, ничем хорошим это не закончится. Ни для вашей семьи, ни для вашего бизнеса. Абсолютно. А вы правы, Дмитрий, ничем хорошим это не закончится. Поэтому я предлагаю Яне деньги за ее молчание. Я могу себе это позволить. Дмитрий, просто такое дело, что моя мама очень долго и упорно пыталась мной забеременеть. И вот если отложить все физиологические особенности, я когда пришла в женскую консультацию, показала свои анализы, мне врач сказал, ну это чудо какое-то, что я сейчас забеременела. Забеременишь один раз, забеременишь второй раз. Это же не что-то сверхъестественное. С моим здоровьем? И после аборта я забеременею второй раз? Ну здесь вопрос абсолютно, да, не юридический, безусловно. Я сразу скажу, что я, конечно, против аборта, безусловно. Но всегда есть свое но в любой ситуации. Конечно, те условия, которые предлагает Тимур, очень выгодны. Не каждой модели так везет. Да, это выгодно. Но я не из тех моделей, которая прям по головам пойдет ради карьеры. Я уже там привыкла, где я на заднем плане, где-то второстепенные роли, у меня массовка. И я уже матерью настроилась быть. То есть роль уже у вас не модели, а мамы, да? Ну, больше да. Я хочу ребенка. Вы хотите ребенка? Роль мамы. Это почетно. Содержать как бы уж? Работать буду. Дмитрий, у нее нет ни накоплений. У нее доход 100 тысяч, это просто потолок, ну там плюс-минус. У нее нет образования. Как у вас вообще финансовые сейчас возможности, доходы, ребенка воспитывать? На какую работу хотите пойти для того, чтобы заниматься и ребенком, и обеспечивать его? Ну, это правда, что я зарабатываю около 100 тысяч. Я думаю, ну, в любом случае я найду какую-то работу. А если что, на крайний случай перееду обратно к маме в Пермь. Там с этим все нормально, и деньги будут. Из Перми, да? Да, из Перми. И квартиру я вот, ну, снимаю, получается, в Москве. Ну, в конце концов, кстати, у нас сейчас очень много моделей беременных. То это тоже и одежда для беременных, и белье для беременных. Ну, да. В принципе, даже. Как модель мамочки тоже можно быть. И в модельном бизнесе можно найти свою нишу, безусловно. Да. Но у Тимур-то своя выгода в этом плане. Этот контракт, я так понимаю, он может любой, естественно, модели отдать, да? Да, любая модель готова отдать. Цель-то здесь не обеспечить Яне достойное существование, а чтобы у него ребенка от вас не было, правда? Ну, слушайте, ну... Я очень часто в практике сталкиваюсь с нерадивыми мужчинами, которые платят большие деньги девушкам за то, чтобы они избавились от ребенка. И также сталкиваюсь с девушками, которые, забеременев, начинают шантажировать своих мужчин. Вот с точки зрения вы классический случай из этой истории, Яна нет. Яна хочет стать матерью. Я не вижу никаких... Она даже про алименты не сказала ни слова, хотя вы понимаете, что родив ребенка и установив отцовство, она будет получать свои алименты. 25% от вашего заработка. Я так понимаю, он у вас нехилый. Нет, он как раз никакой, в кавычках, 200 тысяч. Остальные деньги, Яна, это агентские. И что ты будешь получать? И что, вы считаете, агентские это не ваш заработок, что ли? Нет, это компания. Закон там написано, про это, Тимур, написано от всех доходов. От всех доходов 25%. Официально 200%. Ну, вы же, наверное, если компания зарабатывает агентские, вы же потом как-то дивиденды, наверное, получаете с компанией, правда? Ну, не за 200 же тысяч вы там работаете. Компания оформлена не на меня. Хорошо, Тимур. Даже если тебя твой любимый тесть уволит, у себя все равно в модельном бизнесе есть связи, есть репутация, и без работы ты точно не останешься. Так что это не крест на твоей карьере. И суд тебя найдет, и ты будешь платить элементы. Слушай, ты все-таки говоришь про деньги, да? Опять же, деньги, деньги, алименты. Тебе зачем эти 50 тысяч? Скажи мне, пожалуйста. Давай так. Здесь сумма 6 миллионов 100 тысяч. Это мое последнее слово. Мне все равно, сколько там. На 10 лет хватит с головой. Да, может, в Москве ты квартиру не купишь за такие деньги, но в Перми, там, может, в центре города хоромы купить. Тимур, не все можно купить за деньги. Яна вообще не про деньги. Она бы давно, если бы ее волновали деньги, она бы уже давно сходила в учреждение, прервала беременность и заключила бы этот договор, если бы она была про деньги. Он просто хочет купить мое здоровье и ребенка за деньги. А про алименты, про 50 тысяч, это не деньги, это тоже деньги. Ты отец. Я тебе готов заплатить сразу, на 10 лет вперед. Зачем тебе по 50 тысяч в месяц? 10 лет и, пожалуйста. Я не про деньги, я про ребенка. Какая мне разница, сколько ты мне будешь платить, если я больше не смогу родить никогда? Яна хочет ребенка. Здесь есть вопрос, согласна ли Яна устанавливать пойти отцовство, и об этом узнают все, в том числе ваша супруга и тесть. Либо она хочет родить ребенка, вы ей будете как-то помогать, и тихо об этом никто не узнает. Мне кажется, здесь вот такой вариант можно рассмотреть. Вы ей обеспечите, допустим, контракт, как модели для одежды, там, для беременных, или еще что-то демонстрируйте. Нет, я не буду еще. И оставить просто в тайне отцовство этого ребенка. Я не хочу никаких тайн, не хочу всего этого бреда. Я столько усилий потратила ради этого контракта. Да я тебя не просила. Очень усилий. Я тебя не просила. Я сразу сказала, что я буду рожать. Я не знаю, зачем ты это делал. В надежде на то, что вы избавитесь от ребенка. Нет, Тимур, я буду рожать. А все остальные вопросы, касаемые ребенка, мы будем уже решать через суд. Спасибо, Дмитрий, до свидания. Вам спасибо, Ян, за участие. Всего доброго. Ну, Тимур, вот... Я не понимаю даже, что происходит. Я все, что мог, я все сделал. Вам придется понять. Придется понять. Вы хотели купить Яну, но она на это не согласилась. Дмитрий, ну, на самом деле, может, со стороны выглядеть это некрасиво, но по факту, вы поймите... Я вас, я вас... Где-то я вас тоже понимаю, но вы поймите, не все можно купить и продать. Не все можно купить за деньги. Ну, меня со мной не согласовывали о том, что хочу ли я заводить ребенка или нет. Вот в этом. Женщина всегда принимает решение об этом сама. А мужчине нужно заранее думать о том, что близкие отношения... Это неправильно. Женщина должна согласовывать. Могут повлечь в появлении детей. Согласовывать мужчиной. Это обоюдный ребенок. Предохраняться можно разными способами, Тимур. Но то, что случилось, то, что случилось. Рассмотрите вопрос все-таки договориться как-то с Яной мирно о том, чтобы ее беременность, отцовство, точнее, ее ребенка осталось в тайне. Это единственный способ ваш сохранить нормальное отношение с семьей, с тестем и с бизнесом. Рассмотрите этот вопрос. Если вы будете готовы это обсудить, я всегда рад вас видеть в этом кабинете. Дмитрий, спасибо за все. Спасибо. Спасибо, всего доброго, удачи. До свидания. Стороны не договорились. Ну и что в итоге она получила? 50 тысяч рублей в месяц? Ну окей, буду платить ей 50 тысяч рублей в месяц. Я даже и не знала, что Тимур окажется таким циничным и бесчувственным человеком. Но все равно я ему благодарна, потому что я стану мамой. Это мое финальное решение. У меня, честно, разрушилась жизнь. Я потерял семью. А у тебя в голове две деньги. Компромисс – это не слабость. Да я тысячу раз неправ. Когда я развелся с тобой, я был тысячу раз неправ, да? Ну что мне сейчас, мне не вернуть это время. Умение договариваться – это сила. Но у меня в данное время нет таких денег. Устройся на работу, как настоящий мужик, в конце концов. Учитесь у Дмитрия Агриса. Мне кажется, вам надо поговорить. Без меня вдвоем сесть и поговорить. Мировое соглашение. С понедельника по пятницу. Ты куда пелишься? На нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok